Наша миссия защитить мир и общество от всяческих угроз и создать такую среду, в которой владельцы информацией будут уверены, что она защищена. Два слова о проблеме, которые я сейчас хочу посвящить в своем выступлении. Существует огромное количество различных информационных технологий, которые, так или иначе, воздействуют на нашу жизнь. Этот процесс идет постоянно, он неостановим, какие-то появляющиеся технологии, они приживаются и входят в нашу жизнь, какие-то обмирают, и мы про них забываем. Но вот сейчас у нас, посмотрите, сейчас я там перечислил буквально несколько-есколько таких технологий, которые сейчас рассматриваются как такой серьезный граер индустрии, различных индустрий. Не буду сейчас улыбляться в каждую из них, это просто в качестве примера. Их таких примеров можно привести еще там десяток или два, а то и больше. Таких технологий, которые сообщество рассматривает как такие двигатель прогресса, что ли. Ну, в чем эта проблема? А проблема в том, что огромное количество этих технологий или уже сейчас применяются в критических объектах, или многие крупные корпорации, крупные или мелкие корпорации смотрят на них, но очень внимательно для того, чтобы применить эти технологии для повышения эффективности бизнеса, или для других целей, но всегда это связано, конечно, с несколькими преимуществами, которые эти технологии дают. Вот. И, собственно, в эти технологии, в развитие этих технологий вносит вклад, ну, всю мировое сообщество, будь то наручное или инженерное, или там, сообщество автоматизации или каких-то других. Все, так или иначе, и корпорации, и научные учреждения вносят вклад в развитие этих технологий. Вот. И там вот я взял просто в качестве примера, ну, маленькую-маленькую такую аспект. Собственно, просто попробую, там, пересесть от тех компаний, которые, которые каким-то образом засветились в развитии вот этой одной единственной технологии. Индастрии вон тронусы, хотя это огромный набор, но тем не менее. Вот. И теперь попробуйте ответить на вопрос. Про продукты каких из перечисленных этих компаний в ближайшее время предполагается сертифицировать? Кем бы то ни было из наших организаций. Ну, наверное, вопрос, я не знаю, я, по крайней мере, не нашел. Может быть, я не совсем хорошо знаком. Вот. И, собственно, получается такая дилемма. Существуют новые перспективные технологии, которые для бизнеса принесут значительное улучшение в каких-либо остеках. А применять эти технологии, это есть, ну, существует некая опасность, что они то ли будут работать не так, как ожидается, то ли, там, какие-то затраты существуют, тем более в современной геополитической ситуации. Ну, проблема, на самом деле, шире, чем проблема просто заинствования каких-то, ну, скажем так, иностранных технологий. Иностранные технологии, это не значит, что плохие технологии. И то же самое российские технологии, это не значит автоматически, что эта технология хорошая и применимая. К любым, к любым новым технологиям, я даже не знаю, к любым технологиям, к любым технологиям нужно относиться, ну, со здравым скепсисом. И самое главное, что применение технологии должно быть контролировано. То есть вся цепь телефонной инфраструктуры, если мы говорим про информационную инфраструктуру, она должна быть контролирована или дорейной. Так вот, как же сделать так, чтобы, с одной стороны, развиваться в новом со временем, с другой стороны, контролировать все то, что происходит в этой, в инфраструктуре. И понятно, что нужно применять средства безопасности. Но вопрос стоит о том, а сколько безопасности нам нужно, сколько достаточно. Ну, то есть, по-другому сказать, если с точки зрения эффективности бизнеса, сколько нужно потратить денег для того, чтобы инфраструктура стала даримой. И этот вопрос, он такой двусторонний. С одной стороны, это вопрос защиты, а с другой стороны, это и нападение. Любые средства нападения, они тоже стоят денег, и они должны быть адекватно применяемыми. Ну, просто из-за здравого такого соображения, что любая активность, она должна приносить тому, кто ее совершает, какие-то цели какие-то ставит. Если затраты на эту деятельность больше, чем результаты получают, они, естественно, ее не будут делать. Вот эти затраты, они и с точки зрения защиты, и с точки зрения нападения. То есть, те люди, которые используют какие-то средства для каких-то своих, там, очевидно неблагодаримых целей, они тоже тратят какие-то деньги, и это могут быть или меры, которые, ну, скажем так, ну, не знаю, сейчас такое, ходят в распространенное мнение, что там любой школьник может там что-то там, чего-то там нарушить. На самом деле нет, потому что те средства, которые применяют школьники, они, ну, тоже имеют свою, как бы сказать, технологическую значимость и ценность. Вот есть, вот на этом графике приведено несколько таких градаций на качество устроенных, то есть по способу, вернее, по способу, по стоимости организации атаки, и, соответственно, это влияет на стоимость защиты. Защиты, то есть есть какие-то там, ну, можно себе представить какие-то государственные организации, которые там воздействуют, там, например, на назначенные объекты, и предполагает, можно предположить, что они тратят такие солидные деньги и ресурсы на то, чтобы организовать ажапу. И, с другой стороны, какие-нибудь коллеги, которые используют средства, которые могут найти, ну, там, в интернете или, да, найти какие-то еще. Вот, и, ну, конечно, надо учитывать, что сейчас мы говорим, как алгоритм про критическую инфраструктуру, то в большей степени, вернее, не в большей степени, немножко изменяется, ну, скажем, ландшафт. Если раньше индустрия информационной безопасности, она была иметь дело с информационными объектами, да, то есть там какие-то биты, байбы где-то там ходят, или куда-то приходят, или не доходят, или кто-то их воробит, то все равно это битые байбы. Но сейчас мы говорим о том, что это гиперфизические системы. И Алексей уже упоминал, что есть, рассматриваются, многими государствами рассматриваются одновременно и критические инфраструктуры, и критические информационные инфраструктуры в одном и том же контексте. Это правильно, это и есть гиперфизические системы. То есть воздействие на информационные публики можно, там, не знаю, какие-то там, не буду говорить о том, какие последствия будут быть, но ясно, ясно, что это могут быть физические последствия, влияющие на экологию, на общество и на государство. Так вот, а теперь, что с этим делать? То есть дилемма такая, то есть существует большой набор технологий, будем назовем их недоверенными изначально, и не существует необходимость их применения. То есть применять страшно, а не применять нельзя, потому что бизнес, с точки зрения бизнеса, отстанешь. Ну вот, сейчас мы давно занимаемся этой темой, и у нас есть, как бы, свои видения. На самом деле, это видение, оно, это такие, скажем, теоретические основы этого видения. Они уже давно-давно разработаны, мы просто взяли в себя смелость их преворазать не в некоторое, использовать их для создания продуктов, которые, программно-аппаратных продуктов, которые можно использовать. Собственно, рассмотрим пример, да, любая информационная среда. Я привел пример на уровне операционной системы, приложений в ней функционирующих. Ну, принципы достаточно общие, их можно распространить и на другие области применения, я расскажу о них чуть позже. Вот есть и приложения, да, условно назовем их одно недоверенное приложение, вот оно там в маске такой страшный, есть приложение такое белое-пушистое, оно выполняет, ну, функциональность, которую мы хотим, чтобы оно выполняло, есть приложение, которое, ну, скажем, возможно, содержит какие-то уязвимосты. Значит, такой вообще, общий подход к функционированию такой информационной среды, ну, в операционной системе приложение обменивается какой-то информацией. Есть, есть каналы, каналы взаимодействия между приложениями, будь это, там, программные интерфейсы, или, там, файлы, или через прямой доступ памяти, или любые другие средства. Главное, существуют такие каналы. Нам сейчас для рассмотрения этого достаточно. Вот, наш вопрос заключается в том, что мы создаем такую среду, это есть такой умный термин цепаречных терминов, то есть среду, в которой эти, любые взаимодействующие человек разделяются на, мы называем это доменобезопасность, ну, какие-то области, которые, информацию, которые вход и выход в эти области мы контролируем. Вот, и, собственно, собственно, основной подход, он заключается в том, что создается такая информационная среда, где ядро, которое проект этой информационной средой, оно разделяет взаимодействующие компоненты на такие вот изоляционные области. Ну, зачем это нужно? Можно это? Значит, два основных принципа. Во-первых, то, что я уже сказал, изоляция доменобезопасности. Ну, во-вторых, конечно же, это нужно для того, чтобы контролировать взаимодействие между этими доменами безопасности. Контролировать взаимодействие нужно, цель цели этого контроля, провести соответствие с моделью безопасности. То есть существует какая-то описанная, предварительно описанная структура взаимодействия между этими доменами, и, соответственно, у нас появляется шанс контролировать соответствие этой структуре, контролировать поток информации на соответствие этой модели. Идея простейшая, тривиальная, но в современных информационных сетях она до сих пор мало применялась, потому что, ну, достаточно, сам вот этот, вот, отход к организации такой структуры, он требует ресурсов, и эти ресурсы, ну, будут совокупны, на самом деле, такое совокупное решение, что не будем тратить на это ресурсы какие-то нибудь вычислительные ресурсы разработчиков или что-то еще. Ну, вот сейчас, как бы, в современных условиях, когда запрос на информационную безопасность повышается с каждым годом, а те средства, которые Беда Николаевича уже говорила, кстати, в СТЭКе, очень рад, что в СТЭКе эту проблему затрону и высказал свое мнение. Есть интегрированные средства безопасности, есть наложенные средства безопасности. Вот интегрированные средства безопасности, ФРО – наложенные средства безопасности, какие-то нибудь. А есть? Есть интегрированные средства безопасности, которые заложены в архитектуру самой системы, какой бы она ни была. Вся эта система, если у нее внутри разработчики заложили какие-то интегрированные средства, они всегда работают, во-первых, лучше, а во-вторых, на их сознание требуется и эксплуатацию, и требуется меньше ресурсов. Здесь подход такой же, то есть это интегрированные средства безопасности в архитектуру самой системы. Ну, тут немножко более подробно о том, как такая структура могла быть реализована, ну, лучше не так сказать, как такая архитектура реализована в том программном и оборудовом обеспечении, которую мы сейчас разработали. Вот. И здесь важно отметить, что все это будет хорошо работать, если предварительно заданы политики безопасности, на соответствии которых проверяется эта врата. Ну, то есть это такой подход схожий, немножко схожий с сертификацией только во время исполнения системы, да, то есть существуют какие-то предопределенные свойства системы, которые заранее заданы, и во время, во время оценки, оценки проверяется соответствующая система этим свойствам или нет. То есть мы делаем примерно то же самое, только в рантайме. Конечно, это нельзя называть сертификацией, или, когда реоценка соответствует, но принципы подхода это в целом такой же. То есть существует такое описание, как система, как компоненты системы должны внутри взаимодействовать, и есть некое, которое ядро этой системы проверяет, оно это соответственно выдерживается или нет, и соответственно принимает какие-то там меры по полу пресечения недопустимых взаимодействий. Но, теперь, здесь еще хотел бы один момент упомянуть очень важный, что сам компонент, или же, как мы его называем, который вычисляет вердикты безопасности. Мы намеренно сделали его, как бы, отдельным компонентом. То есть он, на самом деле, он ничего не разрешает и не спрещает, он просто вычисляет вердикты. Есть существующие политики безопасности, и, соответственно, если политика безопасности к этому компоненту вердик менеджмент обращается и спрашивает, что можно текущее взаимодействие совершить в соответствии с данным политикой безопасности, он просто выиграет или нет. А ответственность за то, что обратиться к этому движку и применить его вердикт или не применять, это берет на себя этот самый запрошенный узел. Почему это важно? Это позволяет гармонизировать такой подход на разном уровне. Я в начале своего выступления сказал, что был пример на основании взаимодействия внутри операционной системы. На самом деле, принцип общий, и он применим на разных уровнях. Он может быть применим и на сетевром уровне, например, когда в качестве домена безопасности выступает сетеврой устрой. Он может быть применен и на уровне архитектуры процессора, когда взаимодействующие устройства рассматриваются компоненты и периферия компенсоров. Он может быть применен также и внутри процессора, когда IB-блоки процессора рассматриваются как взаимодействующие объекты. И у нас уже на все эти примеры есть проекты с нашими партнерами. Соня. Вот. И... Как-то оно не очень... У меня получается. Попробую гармонизацию. Есть... На схеме приведена такая многоуровневая организация, многоуровневая веществительной среды. Начиная... Начиная от процессора и кончая от уровня приложения. Тут я привел... Четыре уровня. На самом деле эти... Количество домических уровней может быть произволено в зависимости от сложности системы. Так вот, на каждом таком уровне существует своя собственная модель и политика безопасности. И... На каждом таком уровне существуют средства. Они... На каждом уровне, они различны, но... Они... Они существуют... Средства, которые... Собственно, организуют... Организуют разделение... Разделение номерной безопасности. И вот такая система позволяет гармонизировать применение вот этой структуры, Начиная от уровня... Ядра процессора и кончая сетевым уровнем. Зачем это нужно? А затем, что доверие такой системы повышается... 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 Из-за того, что... Оно опирается... Каждый из... Выше лежащих уровней опирается на... Доверие к ниже лежащим. То есть, если... Если мы доверяем, что процессор работает так, как мы... Так как мы запланировали, что он должен работать так... То на основании этого факта можно доверять и... Компьютерной периферии, которая работает и... Которую, собственно, процессор способен контролировать. И... Можно доверять и операционной системе, которая в высшем уровне находится. И... Модули, которые тоже подвержены каким-то контролям со стороны проектной безопасности. И можно доверять и приложениям, и... Можно доверять и... Сетевую инфраструктуру, которая построена на такого рода... Принципе. Ну... Собственно... Плюс к этому можно сказать, что уже существует... Достаточно большое количество средств, которые... Могут найти свое применение вот в какого рода... Эээ... Концептуальном подходе. То есть это и средства доверения загрузки, и средства доверения контроля жизненного цикла, От которых... Уже... Что технологий существует... Достаточно большое количество. Сделать из этих технологий доверенную среду... Это как раз и... Была цель... Цель нашей работы... Вот эта приложенная концепция... Она на эти вопросы отвечает. Ну... Собственно... В... В заключении хотел бы привести... Эээ... Такое сообщество, в котором... Эээ... Ээ... 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 которые вместе с нами занимаются разработкой этой идеи. Большое спасибо за внимание.